Добрый вечер, среда, 10 декабря, в студии Мария Макеева и режиссер за пультом Николай Офицеров. Привет, Коля. Приветики, всем приветики. Всем приветики, дорогие телезрители. Смотрим самое важное, самое загадочное, удивительное видео за неделю. Мы угадаем, что бы это значило, ждем ваших лайков, конечно, и что вы будете на нас подписываться в соцсетях. Я кросса на сонте, я ловлю, я ловлю, я ловлю, я ловлю, я ловлю, я ловлю. Мы положим за нашу свободу. Многим этот ролик очень понравился, да и действительно, в общем, красота. Дело происходит в Страсбурге, украинские депутаты и даже представители президента Украины собрались вокруг ведущей телеканала «Россия-1» Скобеевой во время ее попытки записать стендап и стали петь гимн Украины. Как здорово написали многие в фейсбуке. Здорово. Но теперь посмотрите, как этот материал выглядел в эфире канала «Россия-1». Как говорится, у кого микрофон, тот и главный. Важная деталь. Ольга Скобеева неделю назад получила ТЭФИ как лучшая ведущая общественно-политического ток-шоу. То есть это официальная лучшая ведущая Российской Федерации. Когда закончилось заседание, вывалили сюда эти кулуары, так называемые украинские депутаты, окружили меня, начали скакать, извините, пожалуйста, за непарламентские выражения, скакать как макаки. А мы и не в парламенте. Это было в 2014 году, когда нам рассказывали про москаляку-могиляку, кто не скачет, тот москаль. Прыгали вокруг меня, окружили, взяли в плотное кольцо, пели украинский гимн на здоровье, пусть поют, а дальше зиговали и исполняли то самое признанное во всем мире нацистское приветствие. Посмотрите, как это было. И еще раз повторяю, это украинские официальные действующие власти. Украины, где ваши зеленые перчатки, непонятно. А это Ирина Геральченко, представитель Порошенко, Петра Алексеевича в Верховной Раде. Посмотрите на эти чудесные лица. И покажем, что мы, братья Козацкого рода. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Сейчас прокричаться. Важно сказать, что это нацистское приветствие. Именно сегодня оно стало официальным на Украину. Не-не-не, какое нацистское приветствие? Признанное, как там во всем мире жест, как говорил с той же передачей. Там не три пальца выкидывают в этом признанном во всем мире жесте, а всю ладонь. Тут что-то явно другое. Трезубица это что ли? Хотя, мне кажется, где-то я все-таки это видела. Вот это именно с тремя пальцами. Где-то, но не в Украине. Где же, где же, где? О, вот где! В 2014 году в Таиланде этот жест из киносаги Голодные игры, поднятую вверх руку с тремя сложенными пальцами, объявили вне закона. По мнению военных, захвативших тогда в Таиланде власть, жест, который он в фильме демонстрировали и обозначали солидарность, поддержку бунтовщикам, в случае с тайцами означал призыв не повиноваться властям. И тех, кто собирался больше пяти человек в одном месте, одновременно вот так вот выкидывал руку и три пальца, демонстрировали этот жест, их арестовывали. Но объясните, а в Украине-то что в 2018 году это значит? И насколько я распространен? Он вот такой жест и мне. Я думаю, что зрителям телеканала «Россия-1», которые вчера посмотрели, к несчастью, вот этот репортаж, будет полезно узнать правду. Жду комментариев в Ютьюбе и Фейсбуке. Мы на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Литров. Это ваши настоящие имена? Да. Это наши настоящие имена. Да, прямо вот настоящие имена, могли бы и признаться вообще-то. Или сказать «Здравствуйте, мы всемирно известные борцы Конор и Хабиб». Или это «Вы на что не узнали, что ли? Мы же футболисты, как их Мамаев и Кокорин». На этом видео можно наблюдать, как в год чемпионата мира по футболу 2018-й и в год пенсионной реформы даже в ее разгар двое российских миллионеров-футболистов, выпив, избивают прохожих на московских улицах. Точнее, пострадавший это конкретно совершенно человек, водитель, нековедущий утренних программ Первого канала и прямых линий с Владимиром Путиным. Ежедневно я смотрю выпуски новостей. Оставаться в информационном поле – это, во-первых, привычка, во-вторых, профессиональная необходимость. Я стараюсь быть компетентной. Согласитесь, очень интересно, что у ведущих российского Первого телеканала есть личные водители. Конкретно вот эта женщина, Ольга Ушакова, давно уже имеет личного водителя. Оказывается, ее бывший муж, как сообщают журналисты проекта «Досье», генерал-полковник ФСБ Вячеслав Ушаков. В 2011 году был уволен с Лубянкой с формулировкой «За нарушение служебной этики». А пока не был уволен, то женой его охранял сотрудник ФСО Геннадий Бурдейный. По данным всего того же «Досье», личный телохранитель старшей дочери Владимира Путина. Уж он-то, наверное, умел драться получше, чем футболисты. К этой спортивной паре, они же, как Петров и Баширов, всегда ходят вместе. Последние дни привлечено едва ли не большее внимание, чем кому-либо, какой-либо другой паре. Российской публике явно старательно переводили акценты. И поскольку большое старание к этому разогреванию интереса приложили ГосМИ, то создается впечатление, что если сотрудникам ГРУ в рамках спецоперации поручают изображать по телевизору туристов и геев, то другим футболистам уж точно не сложно во благо Родины изобразить, как бы, цинично выпить и подраться. И про Мишкина с ЧПГ все забудут. Кто успел в интернете, конечно, почитать и посмотреть. И будет, опять же, куда направить свой праведный гнев по поводу повышения пенсионного возраста. Впрочем, в пигу этим версиям можно отметить, что бывают, конечно, совпадения. Знаменитости иногда устраивают просто так, недоговорные драки. Вот, к примеру, встречайте Буба и Каарис, Париж. В августе две французские рэп-звезды сошлись в драки во французском аэропорту Орли в Париже. Нанесли ущерб ассортименту магазина и за драки отложили авиарейсы. В общем, их задержали практически сразу три недели. Они посидели в СИЗО, приговор последовал в этот вторник 50 тысяч евро штрафа с каждого и условное заключение. В общем, с одной стороны, обычное для нас, для европейцев дело, но с другой стороны. И это, в принципе, пусть французы обсуждают дерущихся рэперов, футболистов, борцов. Единственный вопрос, который, кажется, должен возникать у россиян во всей этой связи. Почему задержали, точнее, готовы задержать и призвали прийти срочно в полицию? Мамаев уже пришел. Мамаева и Кокорина, а не Мишкина, Щепига, или как их там? Мы на улицу выйти не можем. Мы боимся, мы опасаемся. Чего? Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают. Кстати, мне показалось ли, Щепига в начале этой взволнованной речи матом случайно вырыгался? Или не случайно, вы это тоже слышали, да? Мы нахуй на улицу выйти не можем. Такие дела творятся, что тут действительно как-нибудь угнуться. Еще одна популярная тема в соцсетях – это социальный лифт. Вот из какой же глубинки вышли Мишкин, Щепига? Не то чтобы их выбор карьеры вызывал у всех такую прям однозначную симпатию, просто выбор-то у них был какой. Когда немногочисленные независимые СМИ на перебой стали постить подробности босоногого и трудного, вероятно, детства Мишкина и Щепигина, то многие, как и я, полезли в интернет, я думаю, и стали наблюдать, вот как выглядит вот это, например. Это поселок Лой, Гостиянского района Архангельской области. Когда в Логе родился будущий доктор и будущий спецагент Мишкин, если верить версиям Веллинкета, там проживало 2517 человек. Когда он 8 лет назад перебирался в Москву, жителей на его малой родине оставалось уже 1302 человек. Это, в принципе, отражает, в общем и целом, демографические, географические тенденции в Российской Федерации. Корреспондент русской службы BBC съездил в Лойгу, они опросили односличан Мишкина. Выяснилось, трогательная деталь в школе, он учился на 4.5 и был сельским диджеем. Примерно вот так оно было в свободном доступе в Ютьюбе. Выпускной вечер в Логе, к сожалению, видимо, годом раньше того, или годом позже, как Мишкин закончил школу. А то бы он за пультом стоял. Давай, говорите, что сказать тебе. А на, говорите. Честно, я хотел сказать, что у молодежи дали плохо. Хорошо. Все, все люди дали плохо. Хорошо, мы дали. И вот представьте себе, живете вы вот так себе в влоге, учитесь на 4.5, переезжайте. Все-таки вы сумели, переезжайте в Питер, начинайте учиться на военного врача для военно-морского флота. А тут приходит к тебе суровый дядя и говорит, Мишкин, ты хочешь быть спецагентом? И защищать родину. И что должен был сказать юный Мишкин на это? Что он вообще мог сказать? Смотрите, какой в Ингушетии шпиль. Ну, а Петров и Баширов зачем-то поехали смотреть на Салсберецкий собор. В Ингушетии уже который день, это не шутки, продолжается народный протест, иллюстрирующий некоторым образом тезис о том, что на Кавказе наконец-то установился прочный мир. Как раз сегодня протестующие ожидали, что парламент повторно проголосовал бы по соглашению об определении административной границы с Чечнёй. Это и есть предмет недовольства. Днём стало известно о том, что голосования не будет, недостаток ворума. Это значит, что на работу не вышли депутаты Народного собрания в нужном количестве, видимо, до отсутствия распоряжений сверху. Чем же недовольны все прочие ингуши, кроме депутатов? Издание «Кавказский узел» обратилось к картографам и утверждает, что те нашли ответ на вопрос, чем они недовольны, определив площадь территории, которыми обменялись республики. И правда, ответ на вопрос, а какие, собственно, проблемы, получается очень простой. К Чечне, по этим данным, по подписанному уже соглашению, перейдёт в 25 раз больше земли, чем к Ингушетии. Впрочем, тут же нашлось множество комментаторов и вполне уважаемых экспертов и журналистов, которые стали говорить, что карты эти неправильные и всё не так. Но в любом случае, ингуши недовольны предстоящим разделом территории и вот этим определением границ и не собираются расходиться по домам. «Кавказский узел» Комментарии под этим роликом в фейсбуке, да и сам пост гласит, мощный зикар в Магасе, ингуши готовятся воевать. Вообще-то зикар – это не про войну, это такая исламская духовная медитативная практика, ты многократно произносишь некую молитву, такую молитвенную формулу, и ритмично двигаешься при этом. Отсюда и знаменитое окружение дервишей. Да, то, что происходит в Магасе, это, конечно, на плавные движения дервишей всё-таки мало похоже, выглядит довольно устрашающе, как вам кажется. Комментарии под новостями из Ингушетии, а по российскому гостелеканалу их не передают. Примерно такие. Путин передает часть земель Ингушетии и Чечне для того, чтобы поссорить два соседских народа. Ещё, ингуши – это не русские. Могут кадыровцам и по морде надавать. Если бы Кадыров попросил у Путина во владение Москвой или Питер, то они бы, они бы, то есть население Москвы и Питера встречали новых чеченских хозяев с цветами, песнями, плясками в кокошниках, как вы думаете? В России по полтора миллиона просмотров. Вдумайтесь, полтора миллиона человек посмотрели вот это. Вот уж действительно, что бы это значило. Заставлено! Два-два-два-два-два-два. Кто эти ролики делает, непонятно. У автора есть страничка ВКонтакте, в принципе, можно её посмотреть. Но при этом найти его, вычислить, труднее, чем вычислить Баширова и Петрова. Кто смотрит в таких количествах ролики, проговорящие танки, танки с усами, как у Сталина, про взятие Берлина, я тоже не понимаю, детям что ли это нравится, а вам как? Субтитры делал DimaTorzok Не, чтобы он меня опять на моих глазах, я не знаю. Я работал до 4 часа, и мы стояли 3 часа на Визу. И без денег? Нет? Мы можем купить нас, но мы не можем купить. У меня маленькая девочка, которая 3 лет, у нее спрошу, мама приводит ее. Морген? Морген я должен работать, в день в кухне. Мы с вами были в порядке, чтобы не было так, чтобы люди обедомцы не могли уничтожить. Мы с вами были в Познаме, где мы могли бы сделать нашу Звансу, чтобы все было. Мы не знаем, как долго мы ходим, как можно ехать. Мы хотим сегодняшнее, но без денег нет. Мы можем только развернуть, но нет. Мы не хотим спасти, но нет. Мы не хотим, это понятно. В последнее время, 20 или 20 лет. 20? Ты можешь ехать в банк и ехать в 100 Мак. Ты сможешь мне 10 Мак? Мы должны собранных нас так много, как мы хотим. У кого ты у меня не хочешь? Увы в 6.00. Увы в 5.00? Увы в 6.00? Увы в 6.00. Увы в 7.00. Увы в 6.00. Так, примерно. Как вы будете делать это время? Ага, ночью. Диско, может быть. Я надеюсь, что вы получите деньги. Да, да. У вас уже закончили? Нет, нет. Это примерно 19. Довольно удивительно, согласитесь наблюдать, как немцы добровольно и с удовольствием даже вроде как распевают Катюшу. Было это, по крайней мере, раз, октябрьской ночью 89-го года, это вот эти кадры, когда восточных немцев пустили на запад, в западной частности Берлин дав на дорожку по 100 марок. Впрочем, хватило, как мы наблюдали только что, не всем. Про эти 100 дочь марок все интересно. Откуда они вообще взялись? Почему возникла такая идея дать по 100 марок восточным? Всем советским гражданам в свое время при поездке за границу, кому, конечно, везло вообще туда отправиться, попасть туда, кого вообще выпускали, меняли по 33 рубля. Вот так, да, по 33 рубля, и как хочешь, крутись, вертись. Кто в советских сценах примерно понимает, спросите, у родителей они объясняют, понимают, что это очень немного. То есть, чтобы было понятно, даже если деньги у человека были, он, например, копил всю жизнь на поездку за границу, поменять официально можно было только 33 рубля, не больше. Не знаю, для чего это делалось, наверное, для пущего унижения. В ГДР было примерно то же самое, но 30 марок. И вот из этих-то денег и выросли эти прощальные, с одной стороны, а с другой стороны, они же приветственные, 100 дочь марок. То есть, как бы человек перед самым серьезным путешествием в своей жизни, переходом из одного состояния в другое, окончательным перемещением в западный мир, получал вот такое выходное пособие. То есть, наоборот, приветствие от западных соседей. Этому и посвящена выставку Брэнденбургских ворот, выставка того, что восточные немцы в свое время купили на так называемые приветственные деньги. Сегодня выставка работала последний день, и теперь вы с ней можете ознакомиться только в наших репортажах. В репортажах, соответственно, о нашей странице в Фейсбуке и в Ютьюбе. Ну или, соответственно, через год, когда эта выставка повторится и расширится. А нам, если продолжать ассоциации, на ум сразу должны приходить, и мне, по крайней мере, точно приходят ваучеры. Да, да, конечно, это не то и не так, это все-таки не совсем деньги, не прям такие деньги в прямую, но все равно похоже. Учитывая, что большинство людей эти приватизационные чеки тут же продали, а не вложили в Газпром и купили что-нибудь полезное. Что вы сделали с ваучером? Я еще учила в школе, но ваучер мне полагался, я сразу же его в подземном переходе продала, купила юбку и была страшно довольна. У меня было ощущение, что я совершила какое-то совершенно самостоятельное коммерческое предприятие и, в общем, поступила сверхэффективно, так я об этом думала. И есть ли среди вас, друзья, кто от ваучеров отказался? Это поразительная вещь, по крайней мере, меня она действительно поразила, то, что четверть восточных немцев отказались вот от этих приветственных 100 дочмарок. Знаете почему? Потому что унизительно. Знаете вам 100 дочмарок? Добро пожаловать в Западную Германию. Нет, спасибо, унизительно. Новые проспекты, прекрасные улицы, площади. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Это то, как Москва могла бы выглядеть сейчас, если бы исполнились замыслы Сталина. Чудесная кинолента 1938 года. Я, конечно, тут же хотела показать вам, что примерно в то же самое время хотелось сделать с Берлином, кто правильный Гитлер. И такой мультик, анимированная лента нашлась действительно в Ютьюбе. Вот она, мировая столица Германия. Такой был план переименовать Берлин и сделать мировой столицей. Найдите 10 отличий. Субтитры создавал DimaTorzok Британия и Европа в очередной раз обменялись. В этот понедельник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, вы его только что видели, немножечко потанцевал перед тем, как произнести речь в Брюсселе. Это он подразнил британского премьера Терезу Мэй, которая теперь вечно танцует и верит, похоже, не только в свой план по Брекзиту, но и теперь в свой танцевальный дар тоже. Наступление Юнкера вызвало всеобщий смех и аплодисменты, ну такой одобрительный смех. При этом соглашение по разводу между Британией и Евросоюзом это не приблизило. Влетняя газета Times, британская, довольно старинная, говорит о том, со ссылкой на свои источники, пишет сегодня, что Тереза Мэй будто бы готова пойти на уступки Брюсселю. И после Брекзита временно готова оставить в таможенном союзе Британию. Очень скоро станет понятно, так ли это, потому что на 16 октября намечено освещение Кабинета Министров, опять же, по данным Times, на котором Тереза Мэй и должна представить свой обновленный план по Брекзиту, в том случае, если он существует. Ну и, возможно, как обычно, что-нибудь станцует. Кстати, ее танец вызвал не только оживление в политических кругах и особенно среди ее сторонников, но и такие пародийные ролики. Злые, злые пародийные ролики. Субтитры создавал DimaTorzok А вот ролик, который я вообще-то не планировала вам показывать, но сегодня, что называется, поступили новые вводные. Главной роли опять глава Росгвардии. Почему-то главе влиятельной российской силовой структуры не безразлично, что мы с вами о нем думаем. Почему, интересно, жизнь у него вроде как удалась, ближайший друг Путина, президента Российской Федерации. Почему? Почему ему обязательно нужно выглядеть именно Бэтменом, даже не героем России, а прямо-таки спасителем человечества? Верите ли вы в то, что он лично обезвреживал террориста на главной площади Москвы и, более того, Российской Федерации? Как видите, в интернете не все верят. Верите ли вы в то, что никто не знал, а он не Золотов, а Бэтмен? Зачем ему это надо? Каковы его тайные намерения? С интересом почитаю ваши комментарии. И мы на этом прощаемся с вами, с Николаем Офицеровым, режиссером этого эфира. Это была программа «Чтобы это значило». До встречи в следующую среду. Пока.